Здравствуйте, друзья! Сегодня в Доле, как обычно по пятницам, история удивительной женщины. У нас в гостях директор инженерно-технологического центра Scanex Ольга Гершензон. Здравствуйте, Оля! Добрый день! Очень загадочно звучит инженерно-технологический центр Scanex. Ещё более загадочно звучит и будет звучать, когда я скажу нашим слушателям, что сфера вашей деятельности — космос. Да, космос, ну не совсем космос, а космос, проецированный на Землю, скажем так. Чем занимается центр? Центр всю жизнь посвятил... В 23 года существует центр, как частная компания в России науко-ёмка. Это тоже уже удивительно. И всю жизнь мы занимались демократизацией доступа к данным космической съёмки. То, что сегодня все знают по Гуглу и Яндексу, картинки из космоса, когда мы начинали 20 лет назад, это было совершенно неизвестно. Всем казалось, что это совершенно недоступно и очень дорого. И вот этот весь путь, он привёл к тому, что сегодня основная наша идея — то, что каждый школьник может, анализируя снимки, контролировать, скажем, деятельность органов государственной власти. Как это? Ну, очень просто. Сегодня такое качество космической съёмки, что... Можно увидеть номера автомобиля. Не-не, ну, номера нельзя, кстати. Это вот, ну, может быть, есть какие-то военные специальные спутники, которые якобы там куда-то подныривают, но вот военная сфера — это не наша. А очень просто. Ну, например, есть у нас... Были у нас уже такие проекты, когда мы определяли нарушение правил использования установки ставных неводов для ловли лосося. Из космоса прямо... То есть браконьеров вычисляли? Ну, там есть два типа нарушения. Одно — это прямо нелегальное рыболовство, когда браконьеры ставят свои маячки и уходят там сдавать краба в Японию. И это тоже определяется из космоса. То есть можно определить координаты этого корабля и увидеть, что его самого нету. А второе — это когда просто ставится... Есть определенные правила установки неводов, вот тех сетей, которые ставятся, когда лосось идет в нерестовые веки. И можно научить детей фактически, вот как это проанализировать и как показать, что эти правила нарушены. Вот один из совершенно... Ну, то есть это уже... Это становится просто простым... Не то чтобы это прям примитивно, но это в том числе, мне кажется, нашим детям поможет посмотреть на естественно научное образование заново. Это будет не скучно, это будет практично. Да, наверное, можно же с помощью такой разведки с воздуха, из космоса наблюдать какие-нибудь более интересные вещи, какую-нибудь миграцию оленей в тундре, какие-нибудь разливы рек и прочее. Ну, вот один из наших проектов был, мы делали вместе с Всемирным фондом дикой природы, который панда, знаете, такой собирает. Делали проект по подсчету моржей в Арктике, краснокнижные виды. Задача не совсем простая, очень много пришлось делать съемки, но видно прямо, можно посчитать, какое количество моржей в данной акватории. Эта сложность заключает в том, что у них такое поведение, что они не всегда сидят на суше, они там плавают, у них есть некие циклы. То есть там, ну, это целая такая научно-исследовательская задача, но опять же, как только ты ее прошел, то ты можешь эту методику опубликовать на сайте. Вот мы планируем открыть такой проект «Космический патруль», анонсировать его на нашей конференции, которая будет вот с 1 по 3 октября в Атутинках. И надеемся, что это будет таким проектом, который сможет гармонизировать отношения гражданского общества и власти. Потому что, ну, потому что это вообще такой процесс, который нам всем нужен, мне кажется, в стране. Когда, я так понимаю, что «Космический патруль» — это та ситуация, в которой каждый может посмотреть сверху и увидеть, что не так, и попробовать это изменить. Да, да, ровно так. Ну, мы, вот как раз наша идея в том, что каждый, ну, скажем, это может называться, там, какой-то другой лозунг, там, дежурный по стране. То есть каждый выбирает себе, ну, например, какой-то школьный класс, выбирает себе какой-то кусочек страны. Например, он хочет следить за тем, чтобы не нарушалось правило использования недр. Да, там вот отданы участки на разработку, не знаю, нефтяным компаниям. Ну, он хочет посмотреть, соблюдаются ли там экологические нормы. Ну, это какие-то вещи видны из «Космом». Не все, конечно, однозначно, но нефтяные разливы видны. Одна из наших идей — это мониторинг нефтяных пятен на поверхности моря. Мы уже много лет работаем, у нас есть контракты с «Лукойлом», но когда вы заключаете контракт с коммерческой компанией, она первое, что пишет, это… Меня не трогать. Ну, нет, нет, просто это конфиденциальная информация, и она не подлежит разглашению. Основная наша идея, что это должно быть доступно и гражданскому обществу, и бизнесу. И в этом смысле мы очень рады, что сейчас Россия подписала декларацию об открытых данных, и у нас появилось уже больше года назад открытое правительство. Основная его задача — это сделать все те данные, информационные ресурсы, которые покупаются за деньги госбюджета, доступным гражданскому обществу и бизнесу. Ну, да, мне кажется, здесь вообще какие-то совершенно неограниченные возможности. Можно же помогать органам внутренних дел, вычитать какие-нибудь плантации запрещенных растений, можно следить за нелегальной вырубкой леса, я не знаю, помогать МЧС с лесными пожарами и прочее, прочее, прочее. Ну, расскажите, а как это технически все работает? У Сканекса свои спутники? Ну, к сожалению, вот пока спутников нет, но технически это работает. Так, мы научились, и это, собственно, основное наше, ну, мне кажется, достижение, что мы сами в своей стране занимаемся наукоемким производством и разработкой. То есть мы не просто нажимаем кнопочки, которые для нас сделал Запад, а мы все-таки что-то пытаемся делать в стране. И у нас огромный коллектив, ну, как огромный для нашего сорта камп, 250 человек, талантливых очень людей разных, там и программисты, инженеры, разработчики, и географы, и дешифровщики уникальные. У нас есть, нами разработанное программное обеспечение специализированное для обработки данных. То есть фактически весь цикл, вот, от приема из космоса данных до их публикации в интернете, вот все это, все свое, да, и это, да, там, с одной стороны, сложно, потому что это, ну, это дорого, да, если это надо программисты, это дорого, значит, хорошие инженеры, это тоже не идешь. Но что было бы дешевле, если бы вы пользовались каким-нибудь, там, китайским софтом или нанимали программисты? Нет, ну, было бы неинтересно, так скажем. Это просто я очень, я считаю, что самое главное, что у нас есть, это люди, с которыми мы много-много лет работаем, у нас почти все работают именно потому, что им интересно. У нас не всегда бывает все прямо безоблачно, у нас бывают периоды, когда нам очень сложно находить деньги и на зарплату, то есть не то, что мы прямо летаем в облаках. Вот, а о спутниках мы давно мечтаем, мы давно создали такое некоммерческое партнерство в прозрачный мир, идея была запустить серию спутников, которые бы принадлежали, ну, не коммерческим организациям, ну, или там, гражданскому обществу, например. К сожалению, можно было бы с их помощью, ну, как-то объективно оценивать ситуацию, да? Да, да, потому что сегодня все, что мы имеем, вот, там, Google, Яндекс и все другие источники, это, ну, в большей степени зависит от того, будет это финансироваться, например, там, американская геопространственная разведка или нет, как это ни странно, потому что основным заказчиком этих всех данных сегодня являются военные все-таки, несмотря на то, что у них есть и свои спутники, но это вот факт. И если нам не удастся все вместе сформировать, вот, со стороны гражданского общества спрос на эти данные, то в какой-то момент просто мы останемся без них. Особенно, если мы сумеем показать, что это, ну, подмогает нам всем контролировать какие-то вещи, которые нам не нравятся. Ну, а вы, то есть вы имеете дело с... Я совершенно в этом не понимаю, потому что я могу задать сейчас какие-то дурацкие вопросы. Я понимаю, что над планетой Земля летает энное количество спутников. Некоторые из них используются конкретно одной страной, ей принадлежат, некоторые используются разными странами. Сигнал, который они посылают, в общем, может быть доступен в любой точке мира, правильно? Да. А вы как выбираете свои спутники? У вас спутники отечественные или американские? Это абонентская плата? Я не знаю, каким образом сигнал? Нам приходится заключать договора на оплату фактически. Есть спутники бесплатным источником информации, которые являются для всех. Это в основном американские. Сейчас еще Европа начинает запускать спутники, которые будут доступны тоже бесплатно. Но по размеру видимого объекта они менее подробны, чем те, которые платные. А вот как с платными дело обстоит, мы вам расскажем после новостей. У нас директор Центра Сканекс Ольга Гершинзон. Оставайтесь в доле на Финаме. Мы совсем скоро вернемся. У нас в студии директор Инженерно-технологического Центра Сканекс Ольга Гершинзон. Сканекс занимается космической разведкой. И мы говорили о спутниках перед новостями. И я так поняла, что бесплатные спутники — это как трейлер кинофильма. Тебе показали самые клевые моменты, но в принципе картину в целом ты не можешь увидеть. И для того, чтобы вести действительно полезную и качественную разведку из космоса, нужно платить. Ну, во-первых, я хочу обратить внимание, что разведка, конечно, гражданского плана. Гражданского плана. В коем случае, да. Геологическая, природоохранная. А второе, я думаю, что те спутники, которые бесплатные, в случае американский спутник Лонсад, например, он обладает колоссальным качеством. Особенно ценно то, что они в течение 40 лет ведут наблюдение за Землей. Его разрешение пространственного размера, видимый, так с 15 метров, но у него очень хорошие спектральные каналы, и на их основе много можно делать задач, особенно в глобальном плане. Например, сейчас у нас на конференции как раз будет выступать представитель Института мировых ресурсов, такой есть некоммерческая организация, занимающаяся охраной окружающей среды, и будут презентировать проект глобального наблюдения за лесами. Они как раз используют эти бесплатные источники. И, слава богу, что они и есть. На их основе они выделяют какие-то наиболее наболевшие точки, а потом как раз надо уже купить данные высокого разрешения, посмотреть более подробно, что это, где это, и принимать какие-то меры всем мире. А я не знаю, можно ли об этом говорить. Сколько стоит купить такие данные? Сколько стоит пользоваться коммерческим спутником в месяц, в неделю? Ну, съемка космическая, скажем, одного квадратного километра, вот самая на сегодняшний день дорогая, 25 долларов хватает на километр. Впадает на километр, тыщ на тысячу. Да. Значит, при покупке какой-то большой оптом, мы чем занимаемся? Покупаем оптом это сырье, вот как у нас покупает нефть, мы покупаем информацию. Перерабатываем ее, да, мы принимаем, перерабатываем, делаем дополнительную продукцию. Когда мы кладываем уже какие-то результаты, например, нефтяное пятно на веб-портал для заказчика, это уже, ну, там высокая степень переработки этого самого сырья. За счет этого для наших клиентов данные становятся дешевле, ну, потому что переработка не там, а здесь. И самое главное, что это позволяет там решать задачи реального времени, потому что, вот, например, нефтяное пятно, оно за 4-5 часов испаряется или оседает. Ну, там иногда больше. Но если, поэтому у нас требование, что через 30 минут после приема мы должны уже сделать всю обработку и выложить в интернет. У нас даже был такой рекорд 12 минут. Ничего себе. Это колоссальное, предъявляя требования технологические. У нас, например, там все станции, которые мы делаем, которые у нас, у клиентов, они проходили с точки зрения радиоакционной съемки, сертификацию Канадского космического агентства. Мы проходили ее там за 2 недели, а потом нам Канадская, что вот там одна из военных подразделений проходила такую же сертификацию в течение года. То есть, ну, многие интересные вещи, которые мы, чем мы можем гордиться. А вся техническая база тоже собирается здесь в России? Да, у нас, собственно, генеральным конструктором всех наших систем является мой муж, кандидат физмат наук Владимир Гершинзон. Он, собственно, основатель этой компании. Я к нему присоединилась через год после ее начала. И, кстати говоря, самый первый наш проект вообще было создание школьной метеостанции. То есть мы занимались первой, вот, начало фирмы, это школьные метеостанции. У нас-то была такая идея, что школьников, тогда еще не было безумного количества этих всех китайских и разных метеостанций, когда ты вешаешь там датчики, ну, за окном, там, и у тебя вот температура, влажность и так далее. Да, они врут, между прочим. Да, да, и они, ну, некачественные. А мы пытались сделать такую достаточно качественную аппаратуру, которая вот вовне, ну, там, скажем, в школе вешается надо или ставится на крыши. А дальше детям на этой основе, в такой научно-исследовательской форме объяснялось, вот почему, если над, ты видишь циклоническую, там, облачность, то почему в этот момент меняется давление, там, ну, такие вот, это называлось у нас там, по-моему, обучение в процессе исследования. И у нас тогда, кстати, были покупатели еще в то время из Японии, Израиля и Англии, мы поставили вот оборудование. Как мы это делали, я даже сейчас не могу понять. Я напомню слушателям, что, когда мы говорим о том время, мы имеем в виду конец 80-х, Ольга Сканекс начался в 89-м году, да? Да, в 89-м году. И вы в 90-м к нему примкнули, получается. Да, да. Я как, да, меня очень... Практически сразу после геофака МГУ? Ну, почти, да. После рождения двух детей, так скажем, я вышла в декрет и вот узнала, что существуют такие персональные компьютеры, и я загорелась идеей создания вот как оба данных метеорологических параметров, которые в университете на базе кафедры метеорологии мерялись там. И на этой основе как раз мы пытались сделать первые методики вот объяснения детям, что такое там погода, климат и спутниковая съемка. С ума сойти. То есть, если говорить с точки зрения истории бизнеса, то можно сказать, что ваша компания со всех сторон уникальная. Мало того, что это компания, которая занимается самостоятельными научными разработками, своей собственной научной деятельностью, производством научного оборудования и софта для обработки того, что вы называете сырьем. Компания существует 20 лет, и все эти 20 лет эта компания существует, в общем, под руководством одних людей, развивается, и, как я понимаю, сотрудники, большинство сотрудников тоже, ну там, более или менее, да, но также давно вместе с вами. Совершенно уникальный случай, потому что, еще более уникальный случай, что люди занимаются тем, чему они учились, потому что вы получили геообразование и, собственно, на этом построили бизнес. Я, кстати, хочу обратить внимание всех детей, если вдруг нас слушают какие-то подростки или их родители, вот обратить внимание на географическое образование, это потрясающе. Это такое комплексное образование, базовое, естественно, научное, географическое, где там ГО, в этом смысле, ну, ни в коем случае не занимаюсь рекламой, но я просто я помню это ощущение, когда ты, там, геоморфология, геология, метеорология, палеонтология, значит, экономика города, ты понимаешь, ты получаешь такой комплексный взгляд на мир, который тебе потом в любой профессии, он очень нужен, да, очень нужен. А что туда надо сдавать, когда поступаешь? У меня мальчику 8 лет, я подумаю. Вот, надо готовить, да, надо готовить. Мы готовы. Мы, кстати, очень часто приглашаем к себе. Кстати, мы приглашаем всех, вот если у нас на Юг-Западе центр приема космической информации один из лучших в мире вообще, ему нет аналогов, я думаю, потому что мы там как раз принимаем эти все данные, там же центр управления и планирования заказами съемки. Сейчас, кстати, мы по заказу одного из заказчиков делаем станцию управления спутником, то есть есть еще такая опция, когда ты можешь подать сигнал на борт прямо в момент его появления за горизонтом, ты можешь подать сигнал по съемке, то есть выбрав наиболее безоблачный фрагмент, потому что одна из проблем съемки в видимом диапазоне это как раз облачность. То есть ты можешь задать ему координаты, на которые он должен переместиться. Да, что он должен снимать. И это позволяет нам еще более эффективно использовать возможности обслуживания клиента в части реального времени. И что, туда на Юг-Запад можно приехать с ребенком? Можно, да, с удовольствием. И кнопочки дадите понажимать? Да, конечно, да, дадим возможность проанализировать. И распечатаем какую-нибудь картинку на память, подарим книжку, вот у нас мы помогли издать Валентине Ивановне Кравцовой, которая всю жизнь свою посвятила анализу снимков, она как раз на географическом факультете работает, космические снимки, экологические проблемы планеты, книга для детей и их родителей. А почему вы пошли на геофак? А вы знаете, у меня была смешная история, я долго выбирала журналистика или экономический факультет. Я занималась спортом в МГУ как раз, выступала за МГУ еще, когда была школьница. Мне говорили, да, идти на экономический, это спортивный факультет с экономическим уклоном. И первое, что я делала, я нашла репетитора по географии. А он был географического факультета, и он мне рассказал про этот факультет, про экспедиции, и я все, я бросила все мысли про все остальное и туда пошла. И я никогда не жалела. У меня была тема, кстати, диплома «Влияние погоды на детей». Я метеоролог, как бы в итоге я пошла. Это просто, я была очень, я уже была там, я писала статьи, я, значит, там пыталась, ну, я думала о защите кандидатской, но потом вот родила двух детей, увлеклась вот этой фирмой, поэтому. Но я считаю, что то, что мы сделали, это, ну, это гораздо больше, чем просто, наверное, научно. Ну, конечно, понятно, что это нельзя сравнивать, но внедренческие вот те вещи, которые мы сделали, то, что мы внедрили в практику жизни. Мы когда первую станцию ставили приемы космической информации в Комитете экологии Кургана, они вот прямо первый кадр приняли и увидели, что нарушена распашка в водоохранной зоне, просто распашка. Они тут же пошли, тогда еще были фонды экологические, оштрафовали и окупили вот эту вот покупку там сразу за пару штрафов. Да, у нас еще были еще, у нас очень хорошие были клиенты в Хантамансийске, тоже в Комитете экологии, они под космосу определяли, какие скважины зимой, ну, протаивают, потому что загрязняют окружающиеся. И там один инспектор, он должен был следить там за 150 скважин, объехать он их не мог. Вот он по космосу определял, приезжал прямо конкретно на эту скважину и уже там, ну, как бы разбирался с нарушением. То есть это еще было, я говорю, это 96-й год. А сейчас проще стало бизнес вести подобного рода или наоборот, как-то, не знаю, законы поменялись? Знаете, проще вообще никогда не было. Просто никогда не было. Я всегда могу, я могу сказать, все 23 года на грани, вот ты не знаешь, завтра ты сможешь найти денег на зарплату, на аренду и так далее. То есть это всегда такой, ну, с одной стороны, это очень здорово, а с другой стороны, это такой стресс постоянный, потому что, проще никогда не было, потому что на стране, к сожалению, такая, ну, к сожалению, счастья не знаю, но у нас есть Российское космическое агентство, которому полномочия по обеспечению органов государственной власти космической информации отданы просто априоте. Хотя, и у него, ну, сейчас много говорят про Роскоса, я даже не хочу там никакой критикой заниматься, но тем не менее, никогда не было диалога такого, ну, как бы, хотя он вот с приходом нового руководителя, мы начали диалог о частном государственном партнерстве, о том, что надо вместе работать, надо внедрять это все. Я надеюсь, что это все-таки продолжит, и сейчас в какой-то степени все-таки это, ну, процесс начался, да. Но в целом всегда была такая немножко конкурентная ситуация, и это сложно. То есть они не давали вам в полной мере заниматься тем, что вы умеете делать лучше, чем они? Ну, просто, с одной стороны, я понимаю, то есть у них задача развивать собственную космическую кровь, а мы приходим с зарубежными аппаратами. Но начинали мы как раз с российских, до тех пор, пока российские. В 1996 году мы сделали станцию приема на российский аппарат ресурс номер 3 и поставили там 14 центов приема по стране до 2 года. Это было уникально, до сих пор было там 4 больших центра. И люди реально этим пользовались. Мы же это продавали, мы не раздавали бесплатно, это не датировалось никем. А потом со спутниками стало совсем с нашими тяжело. Мы пошли, ну, стали думать, с кем начать работать. Мы начали работать с Индией, потому что у них очень хорошая космическая программа, она нами же, я так помню, вместе с нами когда-то начала, всем это такой хороший пример сотрудничества. Ну, и когда мы сказали вот там тогда еще тем руководителям Роскосмоса, что мы будем принимать данные индийского аппарата, мне там большая руководитель сказала, слушайте, ну мы вас в тюрьму посадим. Я говорю, почему в тюрьму? Ну, что это вдруг, зарубежные данные принимать в России? Я говорю, ну, какая проблема-то, если наших нету, если потом вы сделаете спутники, то мы проведем импортозамещение. Мы тоже не хотим платить лишние деньги там зарубежному аппарату. Поэтому вот эта задача сейчас стоит в том, чтобы, ну, я надеюсь, там реформирование этой промышленности, придет тому, что мы сумеем заместить вот эти источники информации российскими. Но сегодня-то это не, ну, начинается, но… Да, бизнес на уровне космоса, это не так просто, друзья. Мы расскажем вам подробности после новостей на финансе. Сегодня с нами вдоль Ольга Гершинзон, человек из космоса, можно сказать, генеральный директор инженерно-технологического центра Scanex. Действительно, ведь когда человек там строит какой-то свой бизнес, не знаю, строит что-нибудь, или магазин открывает, или там, не знаю, одежду производит, то он все-таки ковыряется в границах своих там интересов, коммерческих каких-то своих мечт, налоговых и прочих структур. Когда дело идет о таких высоких сферах, как космические, ну, исследования и прочее-прочее, там, геологоразведка, то хочешь-не хочешь, тебе действительно приходится иметь дело с государством в самом непосредственном смысле этого слова. Сегодня, когда мы не будем, конечно, вдаваться в подробности, но понятно, почему у нас не очень хорошо со спутниками, потому что они не долетают туда, куда должны долететь. Мне казалось, наоборот, государство как-то должно к компаниям типа с Канекс вообще просто вот, ну, обратиться с нежностью и сказать, друзья, мы все поняли, давайте все делать вместе, вы такие молодцы, вы 23 года выживали и выжили, несмотря на все наши попытки вам помешать. Есть какая-то ощутимая поддержка сейчас, возможно, там, я не знаю, построить собственный спутник, получить гранты на какие-то новые проекты? Мы 10 лет назад, мы создали группу внутри компании, которая начала заниматься разработкой микроаппарат. И вот благодаря поддержке Сколково мы, фактически, сейчас у нас есть дочерняя компания, спутник, которая заканчивает сейчас разработку наземного образца этого спутника. Мы надеемся найти дальнейшую поддержку либо инвестиционных фондов, либо, может быть, в самом Сколково там была. Там есть правила, по которым ты выходишь на второй раунд гранта и где ты должен найти там 50% инвестиций от бизнеса и 50% от Сколково. Благодаря Сколково мы, вот это было первый раз, когда государство поддержало нас в наших инициативах. То есть реально, да, реально выделило там 30 миллионов, мы своих вложили 10, но... А 40 миллионов на эти деньги можно построить, спутник, да? Ну, мы... Еще столько же надо, чтобы запустить, наверное. Я еще больше там... Для того, чтобы сделать летный образец, надо еще миллионов там 90, но это по отношению к ценам на... Я могу привести пример. Последний тендер Роскосмоса на наноспутник 350 миллионов, это минимально. А на серию спутников обзор там был тендер в прошлом году, там 5 миллиардов или 4,5. И по своим характеристикам потребительским это спутники... Так себе? Нет, нет, они не так себе, но они сопоставимы. То есть сегодня микро-малые аппараты дают возможность решать задачи, которые всегда решали традиционно большие спутники. То есть ваш спутник там может обойтись миллионов в 200, да? Миллионов в 100 в итоге может быть, да. То есть в 3 раза дешевле? Да, была... Ну не в 3, нет, если миллионов в 100, и там и 3 миллиарда. А этот вот нано... Но этот наноспутник это совсем такие... Это особая категория спутничков, которые должны укладываться в коробочку 10 на 10 сантиметров. То есть это как бы такая ниша, в которой сейчас очень много. Она скорее там для отладки технологической, там очень много компаний этим занимаются, университетов. Кстати говоря, у нас очень большая программа по развитию этой сферы в вузовском образовании. Мы создали 27 центров приема космической информации в России. Мы очень рады, что на этой основе работают и студенты, и аспиранты, и очень сильные центры в Самаре, в Перми, в Архангельске, в Московском университете тоже. В Московском университете реализована идея такого геопортала, к которому имеют доступ все кафедры и все факультеты, и могут использовать эти данные для разных научно-исследовательских работ и практических работ. Даже был создан, с нашей идеей и подачей, и было поддержано это всеми вузами, консорциум Мунигео, основная задача которого — развитие прикладных аспектов применения этой информации. Потому что информации становится все больше и больше, а вот таких очень четких и понятных алгоритмов ее применения и адаптации к региональным задачам, к задачам, например, муниципалитетов, регионов и каких-то сфер. На самом деле тут еще работать и работать. Интересно, это ведь уже вообще не сфера географии, это же какая-то геополитика, может быть, или социальная даже сфера. Ну, во всяком случае, это создание рабочих мест наукоемких, потому что в каждом университете практически это создано на инвестиционные деньги или на деньги по развитию вузов или федеральных вузов. И одна из задач — это формирование таких наукоемких инновационных центров, которые бы создавали, с одной стороны, рабочие места, а с другой стороны, помогали бы нам переходить от сырьевой экономики к экономике знаний. Вы все время говорите о благотворительных проектах, о некоммерческих фондах, о образовательных программах, и может создаться такое впечатление у наших слушателей, что, в общем-то, вы и не бизнесом занимаетесь, а какой-то сплошной общественной деятельностью. Но, тем не менее, ведь 23 года с Канекс, несмотря на все сложности, дефолты и прочие проблемы, существуют и существуют как коммерческое предприятие. На чем, собственно, делаются деньги? Значит, ну, с одной стороны, знаете, для меня очень хороший был такой отклик душевный, когда я прочитала у Ричарда Брэнсона в книжке написано, если ты пришел в бизнес сделать деньги, то… Иди отсюда. Ну, это да, это… Я никогда… Вот, наверное, действительно, в этом смысле мы не занимаемся бизнесом. Мы занимаемся очень интересным делом, очень сложным, очень интересным, но никогда… Вот, может быть, это наши проблемы, может быть, мы могли бы как-то более четко там прибыль туда… Да, у нас, например, есть один из проектов, который… Мы, например, решили подарить человечеству 2 миллиона квадратных километров по съемке. Вот, помните, я говорила, по 25 долларов, если ее оценить, ну, там, опытом она, может быть, стоит дешевле, но почему? Потому что мы в какой-то момент… И, ну, у нас очень хорошие отношения и человеческие контракты с Яндексом. Вся космическая съемка в Яндексе это нами сделала. Ну, то есть она, конечно, американская, но как бы мы ее… Врабатываем. Да, и мы в свое время пришли в Яндекс и сказали, давайте составим конкуренцию гуглов в России в части космической съемки. И мы очень рады, что они нас поддержали, они очень активно это развивают. И сейчас у них очень часто покрытие гораздо более свежее, актуально. Но был такой момент, когда мы, заключая с ними контракт, я подумала, что, ну, конечно, надо брать как можно больше этой съемки, это будет доступно всем людям. И я думала, что, ну, мы их сагитируем, и поэтому мы сами взяли на себя обязательств больше, чем Яндекс у нас в итоге купил данных. У нас освободилась некоторая убыточная часть. Я решила, ну, ладно, раз это все равно убыточное, надо подарить человечеству эти данные. И мы придумали такую инициативу, открытая ландшафта называется, мы тоже ее будем анонсировать на конференции. Мы предложили разным крупным природоохранным инициативам дать нам свои запросы на то, где им интересна космическая съемка. Вот, в частности, Global Forest Watch инициатива, они просили, что там, где вот они обнаруживают проблемы, неважно где, на планете, с лесным покровом, с его незаконным исчезновением или просто исчезновением, то мы будем им помогать давать съемку там, где, ну, чтобы уточнить какую-то ситуацию. Вот, еще мы работаем сейчас с глобальной тигровой инициативой, которая мировым банком инициирована в Вашингтоне. А они в тех странах, где есть, остались еще тигры, они очень активно ведут поддержку, ну, по борьбе с браконьерством, с сохранением ландшафтов, которые являются основой для кормовой базы. И вот мы тоже с ними договорились, что мы будем давать космическую съемку для этой работы. И мы призываем всех людей, которым не все равно вообще, что и где мы живем, и чем мы дышим, поддержать эту инициативу, потому что пока что мы ее реализуем за свой счет. Ну, в общем, с точки зрения бизнеса вы тоже такие, как сказать, не аутсайдеры, а люди, стоящие на совершенно отдельных позициях. Но, тем не менее, есть же какие-то откровенно коммерческие истории, да, там та же геолого-разведка, наверное? Ну, мы, я могу сказать, космическую съемку в геолого-разведке применяется, ну, достаточно ограниченной частью. То есть она там играет роль, космическая съемка помогает оптимизировать разведочную работу. Она не является панацеей. Но, тем не менее, у нас есть целый номер журнала, посвященный этой теме, и есть компания, которая в этом обладает. В части, например, геолого-разведки на шельфе есть прямые косвенные признаки, которые подтверждают наличие нефти на этом и это все. У нас, конечно, у нас есть обороты какие-то и деньги, раз мы кормим компанию, но... В 250 человек. В 250 человек, и мы платим ежегодно порядка 500 миллионов операторам космическим и 80% наших доходов. Это все-таки федеральная власть в любом случае. И мы очень рады, что во власти появляются люди, которые хотят объективной картины мира в своей стране и в мире. И вот за счет этого только и живем. 65 10 99 и 6 наш московский телефон. Здравствуйте, Юрий. Алло, алло, слушаем вас. Алло, добрый день. Здрасте. У меня маленький вопросик, но я не с самого начала слушал, может, вы уже объяснили, но перед этим маленьким воспоминанием. Году где-то в 95-м, 96-м, когда только появился широко более-менее интернет, я скачал, не помню, с какого-то сайта, такую картинку замечательную. Значит, это была Москва, снимок из космоса зимой. То есть это такой черный спрут с уходящими вот этими. То есть это черно-белая картиночка, я ее распечатал, она несколько лет у меня висела. Там в офисе на стене все приходили, удивлялись. И как бы вот чем вы дышим и как это происходит. Причем там были все трассы, уходили все подмосковные городки такими узелками, в общем, железные дороги. Вот это все, черная сажа, это где-то, наверное, с ними конца зимы. Вот это было очень впечатление на всех производил. Вы имеете в виду, это там был смог, да, вот так вот висел? Ну, да, то есть снег начинает, в конце зимы тает, и как бы вот он становится черным. Ну, вот это вот изображение черно-белое такого вот спрута. Да-да-да, мы поняли. А вопрос ваш. Да, в общем, вопросик у меня следующий. Для частого применения, например, там товарищество, там садовое, или там небольшое фермерское хозяйство. Вот если человек хочет заказать снимок вот определенной там территории, и примерно какой порядок цен, вот, хотел узнать. Да, спасибо большое. Да, действительно, частное лицо может обратиться в Сканекс, попросить что-то разъяснить. За женой отпоследить. Да, ну, нет, вот жену из космоса, это другое, это к Глонасу или к Инмарсату, пожалуйста. Значит, можно, у нас очень много запросов сейчас, потому что очень много споров, в том числе имущественных, по тому, стоял забор, не стоял. Кстати говоря, сейчас, вот, например, принят закон о том, что, когда выдают субсидии фермерам, то надо иметь пятилетнюю историю, там, поле использовалось, не использовалось, правило, соблюдались. А как докажешь, да? Да, поэтому мы сейчас очень активно работаем с Минсельхозом и пытаемся убедить, что весь сельхозфонд должен регулярно сниматься космическими данными, потому что это дает возможность определить, ну, практически все параметры, вплоть до выхода на прогноз урожайности. Кстати, во всем мире космическая съемка, у американцев вообще есть Минсельхоз, их он ведет глобальный мониторинг для, вообще говоря, влияния на рынок. То есть они заранее знают... У кого урожай, у кого что будет, да. К нам обращались, например, такие, вот, если говорить о бизнесе, то мы можем предоставлять услуги по бизнес-разведке. То есть мы можем показать, у кого, например, посеян подсолнечник. Если у вас есть конкуренты, да, там, и вы хотите знать все-таки, ну, какого объема рынок и что с ним происходит, то мы можем эту работу сделать. Но все это очень... Например, да, страховые компании. Но это очень важно иметь эти данные заранее. То есть нельзя, вот сегодня придет страховая компания и скажет, что у меня там в июне был случай, да, эти данные. Вот если это так происходит, то данных обычно нет. Это требует некой очень системной работы. И, вообще говоря, в идеале это должна быть регулярная съемка страны с выставлением этих данных в общий доступ. Ну, там, коммерческий, некоммерческий, дальше уже надо правила разрабатывать. Но это... Сейчас мы этим занимаемся. Вообще, это задача государства. А сколько может стоить такое исследование для частного лица? Ну, вот мы сейчас... Можно просто купить, например, несколько квадратных километров и это там вот как это там от 10 до 25 долларов. Но мы специально... Вот поскольку мы всегда... Мы расскажем после новостей. Не успели. Потерпите чуть-чуть. Мы поддерживаем интервью. Сегодня у нас в гостях директор инженерно-технологического центра Scanex с Ольгой Гершинзон. 651099,6 наш телефон. Не успели мы рассказать слушателю нашему, во сколько ему может обойтись частное исследование. У нас... Да. Мы как раз для того, чтобы сделать эту сумму как можно более доступной, в том числе, предлагаем сервисы, подгрузки этих данных. Никогда вы не покупаете информацию, а это дороже, а просто через интернет. Можете с ней ознакомиться. Да, через веб-сервисы можете подгрузить к себе, либо просмотреть, но если вам нужно сделать какие-то специальные операции, там, например, посчитать площадь или все, что вы можете загрузить, это стоит одну десятую часть от коммерческой цены, это до доллар на квадратный километр. В принципе, да, вполне доступно. Это 30 рублей за километр. Другое дело, что там есть некоторые минимальные ограничения по площади, но дальше это уже надо просто смотреть. Мы, конечно, мечтаем о создании, и мы к этому идем, о создании сервиса такого именно для частных лиц. И когда-то мы давно открыли к космоснимке.ру такой сайт, и как раз идея была интернет-магазина по продаже данных частным пользователям. Тогда еще, кстати, не было ни Гугла, ни Яндекса в части космической информации. Но, к сожалению, как коммерческий проект это не пошло, но это стало огромной экспериментальной площадкой, и сейчас на этом программном обеспечении фактически мы ведем, например, такие проекты, как в МЧСе. На этой основе сделан проект, по которому мы ежегодно сопровождаем паводки, наводнения, пожары. И, например, во время паводков, ну, сейчас вот тяжелая ситуация, в Хабасе мы тоже снимаем эту территорию и ежедневно выкладываем данные, анализируем, мы помогаем анализировать эту ситуацию. Обычно за 2-3 месяца вот паводковых храме мы там до 1500 кадров разных данных, обрабатываем в режиме реально, там помогаем в каком-то анализе тем, кто принимает решения. И когда, например, я в Италии делала доклад там о том, что мы 1500 кадров там обрабатываем за 2 месяца, там, ребята, они говорят, а мы там, ну, за 10 лет вот наш центр, значит, обработал нам тысячу. То есть у нас колоссальная производительность, такая машина по производству продуктов на основе вот этих данных. Потрясающе. 65 10 99 6, наш московский телефон. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот слушаю Ольгу, и прямо душа радуется, что у нас в стране есть такие женщины. Это точно. И что им удалось сделать такое большое дело. Ну, вот я как молодая мама хотела бы просто узнать, вы сказали, что у вас двое детей и такой обширный бурный бизнес. Как вам удается совмещать? И удавалось, особенно тогда, когда дети были маленькие, совмещать бизнес и материнство. Спасибо, Аня. У Оля уже трое детей, так что вопрос более чем уместен. Да, но у меня первые двое как раз вот, которым сейчас уже за 27 и 29 лет, значит, они как раз были вот маленькими, когда начинался этот бизнес. Наверное, для них это было тяжелая вещь. То есть мы, конечно, мы работали очень много, без выходных. Помогала мама, помогали... Бабушки. Да, муж, естественно, помогал. В общем, но мне кажется, что и детям было интересно. Я помню, что у меня дочь, она вот уже закончила географический факультет, уже поработала у нас в компании, сейчас родила ребенка. Но вот она, где-то ей было 6 лет, мы делали первые наши станции, она там смотрела на эти циклончики, анализировала, показывала там, где, куда они движутся. То есть они были вовлечены во все эти проекты и во все эти разработки, мне кажется, как часть их жизни. Поэтому мне кажется, это для них все-таки, несмотря на все, отрицательная сторона, когда мама там занимается бизнесом. Но мы старались проводить все отпуска с ними и выходные. А когда вот решили, что хотим младшего ребенка, то все выходные стараемся все-таки посвящать семье. Младшего сколько? Ему 12. Ну, в общем, мне кажется, когда у твоих родителей такое интересное дело, даже если они не сидят с тобой 2-4 часа в сутки дома, но дети видят, что родители горят, что они делают какие-то важные вещи для страны и для семьи. Наверное, это тоже как-то помогает воспитанию таким косвенным образом, каких-то правильных ориентиров у детей. Вопрос о том, как дети оценивают реальность. Вот наш ребенок младший. У нас было, кстати, судебное разбирательство с Роскосмосом. На тему выданной нам лицензии по ограничению работы с данными высокого разрешения. Долго шла эта эпопея. В какой-то момент мы выиграли суд. И младший ребенок говорит, и что, и денег не давали? Причем мы не... Ну как, мы не обсуждаем. Так что... Личным примером. Все личным примером, Ань. Есть очень немаленькое количество людей на свете, я, наверное, отношусь к их числу, которые не с таким уж сильным энтузиазмом относятся к тому, что из космоса стало все видно, и что мир становится настолько прозрачным, настолько уязвимым для наблюдений, для доступа. И, с одной стороны, да, это очень полезно. Мы развиваем промышленность, мы помогаем экологии, мы поддерживаем МЧС. А с другой стороны, я не могу чувствовать себя безопасно нигде, потому что за мной все время следит это всевидящее око из космоса. Эти этические вопросы не мешают вам работать? Вам приходилось с этим сталкиваться? Вы знаете, нет. Мне кажется, что вот как раз наша общая задача сделать так, чтобы это стало нашим с вами инструментом. Не чьим-то чужим, а нашим с вами. Вот чтобы мы для себя это могли использовать как граждане мира. И поэтому я возвращаюсь к этой идее космического патруля. Да, да, потому что это должно стать нашим инструментом, в котором мы вместе, все вместе делаем нашу жизнь лучше. Но кто-то же сможет использовать этот инструмент против нас? Ну, чем больше, вы знаете, почему мы так много уделяем внимания детям, школьным образованием? Мне кажется, чем больше сами дети будут понимать, что это какой-то инструмент, и где есть опасность его использования против, тем меньше шансов, что кто-то его использует против человечества. То есть вас не смущает, что теперь любой человек, зайдя в Google, может, например, найти ваш дом на карте? Ну, это, знаете, даже если бы это меня смущало... И увидеть, какие у вас занавески в окна. Ну, занавески из космоса, наверное, нет, но меня это не очень смущает, потому что это неизбежно. Тут надо... Вот, кстати, сейчас одна из коллизий, которая до сих пор у нас... Я, участвуя в заседании по модернизации экономики в области как раз охраны окружающей среды, я выступала перед Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и я ему говорила, смотрите, вот у нас, показывая на iPad, значит, космическую съемку, и вы смотрите, вот мы сидим здесь, вот черноголовка, вот космос. И он есть на Яндексе и на Гугле. А Росреестр, например, не может опубликовать эти данные на сайте, потому что они секретны, почему-то вдруг, для федерального органа власти. Ну, мы стали... То есть у нас такое законодательство сейчас, такая нормативная база, непроясненная. То есть вроде бы эти данные и не секретны, потому что мы все их видим, да, и мы им пользуемся, и как можно их засекреть? А с другой стороны, с точки зрения, вот как раз то, что вы говорите, с точки зрения безопасности страны, да, ну вот, может быть, есть какая-то проблема в том, что все объекты фактически видны. Но мы не можем... Тут уже мы... Либо мы должны были превентивно очень давно договариваться с международным сообществом, как Израиль это сделал. Вот Израиль, на интернете, вы не увидите с разрешением лучше двух метров. Почему? Всю территорию, потому что они заранее со всем этим... Ну, как в международном комитете, договорились с собственниками аппаратов, с правительствами стран, которые владеют, что их территорию нельзя показать. То есть живут в стране, где терроризм, борьба, там, и так далее. Если бы мы хотели этого, надо было заранее об этом сказать. Сейчас уже, когда это выставлено в интернете, в Гугле, в Яндексе, в Яху и во всех других, это сама сделать обратный шаг нельзя. Уже если вы посмотрите OpenStreetMap, есть такое комьюнити, которое вот карты делает для человечества. Но они там в том числе выделяют все объекты критические. Принекретные. Да, ну... Ну что, да. Ну, то есть, получается, что подглядывать друг за другом уже становится для нас просто вот таким... Такой абсолютно и обыденностью, и реальностью. Ну, не знаю, но как-то это... Раньше самолеты какие-то летали, там, какие-то нейтральные воды, границы воздушного пространства. Получается, что в этом во всем уже нет никакого смысла, если все виды из интернета. Ой, из космоса. Ну, вы знаете, вот тут не будем абсолютилизировать, потому что пока что собственниками этих данных являются американцы, французы, израильтяне. У нас сейчас появился спутник, который тоже снимает с решением там лучше метра, но как раз относительно его вот... Он пока что является спутником недоступным гражданскому обществу, хотя он не секретный. А то, что... Вот опять же, то, что вот эта информация подробная, детальная и самотехнологически, ну, качественная, сконцентрирована, например, в руках у американцев, это может представлять для нас какой-то, ну, я не знаю... Ну, и даже, ну, может быть, не угрозу, но, ну, как минимум, смущать нас. Конечно, это нас... Они знают лучше, им лучше видно. Нет, конечно, это нас должно смущать, и в этом смысле нам надо обязательно пытаться заново, фактически вот приняв как факт, что у нас сегодня космическая промышленность, ну, в некотором кризисе находится, надо принимать программу по её возрождению, восстановлению. Но это займёт годы, это не задача вот прямо... Получается очень какая-то странная ситуация, вот для меня, как для обывателя. С одной стороны, наша космическая отрасль в кризисе, с другой стороны, 20 лет компания Scanex создаёт и совершенствует эти технологии, занимается этим оборудованием, сотрудничает со всем миром и, очевидно, развивается. То есть, в принципе, ваша компания отдельно взятая, точечная, да, объективно, ну, с этими американцами находится как минимум на одной линейке... Ну, конечно, по степени развития. Да, вы не владеете своим спутником, но, тем не менее, вы находитесь, ну, в тренде, грубо говоря, всех этих новейших разработок, а космическая промышленность наша находится ниже этого тренда. И вот для меня это немножечко как-то, ну, непостижимо. Как так может быть? Ну, трудно сказать, как это может быть. Наверное, потому что... Наверное, потому что не смогли вовремя провести какую-то реструктуризацию. Вообще-то это очень сложный вопрос. Я не могу... Вы знаете, вот при том, что я занимаюсь там 23 года этим... Нет, я думаю, что, может быть, и хорошо бы, чтобы тогда и космической промышленностью нашей занимались, ну, отдельные специальные люди с образованием, с энтузиазмом, с каким-то, ну, которые, ну, хотя бы как-то представляют себе, как все это работает, и могут что-то запустить, чтобы оно летело. Ну, наверное, надо было раньше говорить о частном государственном партнерстве в этой сфере. Ну, сейчас эти разговоры, они идут, но, к сожалению, до сих пор еще никто не знает, собственно, что это такое, и как это правильно развивается. Поэтому это такое начало, начало пути. А как вы видите тенденцию дальнейшего развития с Канекса все-таки в большей степени в коммерческую, в частную историю, или наоборот, все большее сближение с государственными структурами и такое же полноценное партнерство? Ну, конечно, мы надеемся, что должно быть частное государственное партнерство на базе того, что мы сделали, на того, что те проблемы, которые сегодня есть. И мы надеемся, что это, ну, это тренд. То есть, в любом случае, у нас тренд – это развитие государства и частного бизнеса. Спасибо огромное, Ольга Гершинзон, центр «Сканекс» сегодня были с нами вдоль.